Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и это новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. На проспекте Ленинского комсомола ликвидировали пешеходный переход. Здесь много факторов было на самом деле. Участницы дуэта «Мечта» в проекте «Детское время». Для меня песня скорее это повод трудиться, повод узнавать что-то новое и интересное. Виктор Проценко – тренер по каратэ, открывающий детям мир спорта. Подожди! Все за руки сюда садимся. Раз, два, три. В социальных сетях активно обсуждается закрытие пешеходного перехода на Нижнем ПЛК. Ликвидировать переход решили после многочисленных жалоб. Однако жители разделились на два лагеря. Одни за, другие против. Чем же и кому на самом деле мешал пешеходный переход на проспекте Ленинского комсомола, выясняла наш корреспондент Юлия Погасьян. Еще недавно здесь был пешеходный переход. Им активно пользовались. А на днях появилось в социальных сетях сообщение о том, что его похоронили. Именно так выразились авторы сообщения. На самом деле здесь просто поставили ограждение. Теперь здесь переходить дорогу категорически запрещается. Такое решение приняли на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, куда входят сотрудники администрации Ленинского городского округа и автоинспекторы. Только в прошлом году на данном переходе возле дома номер 56 по проспекту Ленинского комсомола было зафиксировано два наезда на пешеходов и два ДТП без пострадавших. Члены комиссии признали это место небезопасным для всех участников движения. Здесь много факторов было на самом деле, потому что и пешеходы в какой-то степени виноваты, что они, подходя к проезжей части, не убедились в своей собственной безопасности. Ну и, соответственно, вина автоводителей. Большинство нами опрошенных прохожих недовольны тем, что переход убрали. Говорят, ближайший находится очень далеко. Очень неудобно, обходить очень далеко. Пешеход здесь нужен. Многие жаловались, что здесь машины несутся, не видят пешеходов, поэтому убрали. Или как? Ой, я не знаю. Не знаю, я не слышала. Неудобно теперь или туда идти, или назад. Здесь хорошо было. Было мнение, что он не очень безопасный для пешеходов? Он небезопасный, но нам было удобно. Машина по Токио в любом случае можно как-то организовать светофором, потому что и с той стороны, и с этой есть такая фаза, когда светофоры горят красным. И здесь действительно можно переходить. Я считаю, что здесь нужен светофор. Прохожие утверждают, что люди по старой памяти так и продолжают пользоваться закрытым пешеходным переходом. Только теперь им приходится нарушать. Мы сами стали свидетелями, как одна из наших собеседниц на свой страх и риск перешла дорогу в неположенном теперь месте. С другой стороны – автомобилисты, которые после ликвидации перехода с облегчением выдохнули. Когда выезжаешь вот с той стороны, например, идет пешеход. Я резко торможу, а машины, которые едут с ПЛК, тоже некоторые не успевают затормозить, и происходит авария. Похожая дорожная ситуация сложилась и на соседнем регулируемом перекрестке возле дома номер 17, корпус 1, по тому же ПЛК. Здесь люди жалуются на несознательных автомобилистов, которые грешат тем, что продолжают движение в то время, когда пешеходам загорается зеленый сигнал светофора. На днях под колеса чуть не попала местная жительница Елена Константинова. Встаем на зебру на пешеходную, соответственно, зеленый свет, начинаем переходить дорогу, и перед нами прямо в двух сантиметрах от нас машина пролетает. Хочется достучаться до автолюбителей. Неужели вот эти 10 секунд спасут их? Просто на месте любого пешехода может быть и их мама, жена, ребенок. Елена Константинова уверена, здесь, как и на соседнем регулируемом перекрестке, необходимо ставить камеры видеонаблюдения. Сотрудники госавтоинспекции намерены обратиться с таким предложением в администрацию округа, чтобы рассмотреть вопрос на одном из заседаний комиссии по безопасности дорожного движения. Юлия Поготьяна, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно этого. В районном историко-культурном центре в рамках проекта «Детское время» состоялась встреча с участницами дуэта «Мечта». Ученикам начальных классов второй школы юные певицы рассказали о своем творческом пути и планах на будущее, а также исполнили несколько музыкальных произведений. Анастасия Воронина расскажет подробнее. Проект Натальи Замариной «Детское время» существует в историко-культурном центре более пяти лет. За это время видновские школьники познакомились уже с многими юными талантами Ленинского района – поэтами, акробатами, танцорами, писателями и музыкантами. Мероприятия проекта «Детское время» всегда не похожи, всегда они разные. И каждый открывает что-то новое и в гостях, и в зрителях, и во мне самой. В этот раз гостями проекта стали Мария Проказнова и Валерия Одышева, солистки вокального коллектива «Эврика», участницы дуэта «Мечта» Детской школы искусств города «Видное». На встрече с юными певицами пришедшие ученики начальных классов второй школы узнали много интересных фактов из творческой биографии девочек, а также услышали в их исполнении известные и всеми любимые эстрадные песни. Педагог Наталья Малая много времени уделяет занятиям с Машей и Лерой. Она считает, что успехов в музыке добиваться нужно не только благодаря природному таланту, но и трудолюбию. «Самое драгоценное – это видеть то, как дети развиваются, когда они приходят к нам совсем маленькими, как они растут, как они делают свои успехи, первые победы, первые творческие достижения. Мы радуемся также вместе с ними». Девочки ответили на многочисленные вопросы, которые подготовила для них ведущая встреча. Они рассказали о своих хобби, семье, домашних питомцах, любимых книгах, участии в различных конкурсах и эмоциях, которые они испытывают перед выходом на сцену. «Я не боюсь жюри, я скорее опять-таки боюсь ошибиться и не показать себя во всей красе. Мне кажется, все волнуются, когда выступают, потому что боишься сделать что-то не так и не понравится зрителю». Несмотря на небольшую разницу в возрасте, у Маши и Леры много общих интересов, главной из которых, конечно, музыка. В выборе репертуара их вкусы тоже совпадают. «Для меня песня, скорее, это повод трудиться, повод узнавать что-то новое и интересное». На протяжении всей встречи девочки пели, а зрители с удовольствием им подпевали. В завершении Маше и Лере подарили цветы, наградили их благодарственными письмами и щедрыми аплодисментами. А на прощание дуэт «Мечта» исполнил песню Игоря Николаева «Две звезды». Анастасия Воронина, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В продолжение темы. Учащиеся в Видновской детской школе искусств по классу эстрадного пения приняли участие в областном конкурсе патриотической песни, который состоялся в Зарайске. Юные певицы привезли с него солидный набор победных кубков. Подробнее расскажет Максим Козлов. Победы победами, а занятия по расписанию. В студии эстрадного вокала Видновской школы искусств сегодня обычный учебный день. Но сегодня девчонки занимаются с приподнятым настроением. С недавно проходившего фестиваля они привезли 8 различных наград. Руководитель студии Наталья Малая не скрывает радости по поводу того, что умения ее учениц были оценены столь высоко. Областные конкурсы, они вообще очень сильные. То есть там уже попадают ребята, которые имеют очень высокий уровень творческого мастерства. В общем-то попадают самые лучшие из лучших. Поэтому среди лучших из лучших мы, в общем-то, тоже стали победителями. 8-й Московский областной фестиваль конкурс молодых исполнителей патриотической песни проходил в городе Зарайске. В первом туре участвовало более 300 человек, а в финал вышло 100 исполнителей. Ну, я чуть-чуть волновалась, потому что это был мой первый конкурс в новом коллективе. Но мы все вместе собрались и отлично выступили. Вокальная группа «Конфетти», где выступали 4 исполнительницы, стала лауреатом первой степени. Дипломы остальных – второй и третьей степени. А значит, есть еще к чему стремиться. Я половину слов вообще не поняла. А самое главное у нас в песне что? Слово. Валерия Антонец занимается вокалом уже 5 лет. Имеет за своими плечами огромный опыт выступлений. Она выдвинута на получение стипендий главы муниципалитета. Но с фестиваля приехала немного расстроенной. Я во многих принимала в конкурсах участие. И даже уже не могу перечислить их, сколько было. Ну, а вот в этом конкурсе что тебе понравилось или, может быть, не понравилось? Мне понравилось то, что там были очень такие хорошие жюри. Ну, а не понравилось то, что третье место. Восьмой Московский областной открытый фестиваль-конкурс молодых исполнителей патриотической песни носил название «Купно заедино», что в переводе со старорусского «Вместе заодно». Выбор произведения для выступления – особый процесс. Каждая песня подбирается индивидуально. Либо под солиста, либо под ансамбль, который ее собирается исполнять. Смотрим, чтобы тембр голоса хорошо звучал в этой песне. Чтобы по возрасту, безусловно, ребенку подходила эта песня. Чтобы он мог осознать и передать те чувства, эмоции, которые заложены были автором. Отделение эстрадного вокала существует в детской школе искусств с 2012 года. Сейчас здесь обучается пению 50 человек. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Евгений Садовский. Видное ТВ. 11 ноября во всем мире отметили день освобождения узников фашистских концлагерей. В Видновской школе номер 7 прошел необычный урок мужества, приуроченный к этой дате. Среди зрителей оказался и наш мобильный репортер. Именно 11 апреля 1945 года узники концлагеря Бухенвальд, одного из самых страшных лагерей смерти, прозванного Фабрикой Смерти, подняли международное восстание и вышли на свободу. Ученики 10-го А вместе с классным руководителем подготовили проникновенное театрализованное представление, в котором органично сплелись стихи, реальные письма и рассказы узников фашистских концлагерей, танцы и песни. Чулочки тоже снят не дядя, не упрекая, не бароня, смотрели прямо в душу глядя, трехлетней девочке в глаза. Они прочувствовали всю трагедию вот этих людей, которые оказались за стенках концлагеря. И я надеюсь, что довели эту свою эмоцию для других ребят, которые сегодня присутствовали в зале. Почетным гостем мероприятия стала ветеран войны, бывшая несовершеннолетняя узница концлагеря Валентина Петровна Сергеенко, которая рассказала ребятам о том, как выживали пленники фашистских лагерей. Валентину Петровну очень растрогал подготовленный школьниками урок мужества. Спасибо вам большое. Всколохнуло мою душу, мое сердце, как будто бы я действительно побывала там. Вот такое у меня было впечатление. В следующем году наша страна отметит 75-летие победы над фашистской Германией. И пока в народной памяти живы те страшные события, есть надежда, что они больше никогда не повторятся. Герой следующего сюжета – тренер по карате Виктор Параценко, руководитель клуба единоборств «Золотой дракон», многократный победитель различных чемпионатов. Он открывает ребятам мир большого спорта и делает из них звезд. Нашему корреспонденту Екатерине Коваленко сенсей раскрыл некоторые секреты древнего боевого искусства. Подожди! Сезар! Руки сюда садимся. Раз, два, три. Только вперед! Таков жизненный девиз тренера, обладателя третьего дана по карате Виктора Параценко. Уже более 10 лет в Видновской гимназии работает клуб «Золотой дракон». И за эти годы не счесть тех, кто с его легкой руки постиг секреты древнего боевого искусства. В этом спортивном зале наш герой проводит практически все свое время, ведь у него более 40 учеников. И каждому из них свой подход. Каждый узнает секреты мастерства от своего сенсея. Или по-русски говоря, наставника. Кажется, карате всегда была в жизни Виктора Владимировича. Ведь свой выбор он сделал еще в детстве. Когда мы были маленькие, мы все в 80-х годах видели фильмы с Брусли, Джеки Чан, Чак Норрис. И все, конечно, хотели заниматься единоборствами. И стремились попасть. Но попасть было очень тяжело, потому что секции открытых таких прям не было. Поэтому где-то сами занимались. А потом студенческие годы, когда посчастливилось попасть в студию Киа Кусинкай карате. И спортивная карьера Виктора Праценко стремительно понеслась вверх. Черный пояс, 10 лет сборной России, чемпион нашей страны, Европы, Азии, Китая. Одна победа сменяла другую. Даже с женой он познакомился на соревнованиях. А четверо дочек, как вы думаете, каким видом спорта занимаются? Конечно, карате. Причем по собственному желанию и очень успешно. Диана Праценко в свои 14 уже неоднократная чемпионка Европы и России. В этой ситуации он относится ко мне как к обычному спортсмену. Потому что на тренировке, он сам так говорит, нет папы, есть только сенсей. И нужно работать и не надеяться на поблажки, даже если ты его дочь. Ты должен доказывать, что я достойна и могу все. Вообще, золотой дракон – настоящая кузница звезд. И мальчишки, девчонки уверенно постигают спортивные вершины. А ведет их к победе, конечно же, Виктор Владимирович. Он поддержит, посоветует, приободрит. И проявит строгость, когда нужно. Он хороший, добрый, очень хорошо тренирует. Мне все нравится. На сборах он дисциплину всегда поддерживает, чтобы все себя хорошо вели. Я бы тоже хотела, когда вырасту, стать как Виктор Владимирович тренером по карате. Только Виктор Владимирович. Потому что он никогда не показывает боль, усталость, слезы и все такое. Именно несгибаемый дух, самодисциплина, плюс терпение и труд – вот формула того, как маленькие русские богатыри превращаются в больших спортсменов. Пусть через боль, через стиснутые зубы, стертые кулаки. Но оно того стоит. Каждый раз, когда ты выходишь, это же единоборство. Здесь приходится со своим страхом, с болью бороться, со своими какими-то неуверенностями. Но кто через это проходит, он всегда становится уверенным в себе, сможет защитить себя, страну свою. И как бы уважение, которое закладывается здесь, оно переходит и дальше в общение везде. Присоединиться к дружной семье «Золотого дракона» можно с самых ранних лет. Здесь всегда с радостью скажет японское приветствие ОС. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. На сегодня это все. Желаю вам только хороших новостей. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»